И с тем, и с другим, я имею в виду, с Фонта, и с Чернука, и с другими потенциальными новичками, поэтому, конечно, Спартак ищет разные варианты на рынке, потому что защитник Спартаку нужен, и он, видимо, будет уже иностранец, потому что российских, по сути, нет. Да, безусловно, и может быть, не нужен еще один игрок в атаку, Камбаров, передача на Промеса, но уже удача трансферной работы Спартака перед этим сезоном, что удалось сохранить Промеса. Ещенко, Зе-Луиш, Жано, удар Жано, и двойной! Какой гол! Жано! Золотой мяч ему отдайте, по крайней мере, этой недели, этой недели. Жано Агонидзе! Какой удар сейчас нанес Жано, но повзрослел. Да, помнишь, еще Валерий Карпин говорил, что Жано из такой категории футболистов, который очень тяжело вписывается в современный футбол, который больше силовой, атлетичный, беговой. Жано выдерживает там 45-60 минут встречи, ну и такая сдержанная реакция ВИП сектора болельщиков Спартака, но удар-то каков! А, по-моему, просто поехал нога у Геруса, и он, конечно, до мяча не дотянулся. Власов мяч потерял, Ещенко, шикарный отбор, передача за Луиш, две голевые, почти две голевые, да? Ну и решение Жано, нет, нет, не поехал, просто не допрыгнул до мяча, слишком хорош был удар у Жано. Ну и решение Жано, он все же рискует пробить, что было очень важно, удар у него хороший поставлен, но да, он был один, и, опять-таки, как в первом моменте прицелился и приложился к мячу, удар получился замечательным. Ну и Жано, пока только он забивает за Спартак в этом сезоне, гол на Кипре и два мяча. Здесь Артем Ребров так удивлен, удивлен! В шоке, в шоке. Да, уже на два мяча Жано оторвался в списке бомбардиров Спартака от Квинси Промеса, которые в последние два сезона... Спасибо.